В этом уроке я расскажу о материалах в Cinema 4D. Итак, в Cinema 4D существует возможность создавать материал для любой поверхности. Система создания материалов очень-очень простая. И в качестве посредника выступает тот самый менеджер материалов, который находится в нижней части интерфейса. Мы уже знаем, что он находится именно здесь из урока об интерфейсе. Итак, для того, чтобы создать материал, необходимо сделать двойной клик по пустому полю менеджера, либо перейти во вкладку «Создать» и далее «Новый материал» левой кнопкой мыши. Сразу после этого внизу отобразится иконка, символизирующая внешний вид материала, то, как он выглядит. Тут мы и будем видеть весь список доступных материалов. То, что здесь будет огромное количество, их не значит, что мы их не увидим. Для того, чтобы изменить размер иконок, мы перейдем во вкладку «Правка» и далее в самом-самом низу, я надеюсь, мы это сейчас увидим, «Правка» и здесь мы можем выбрать размер значков. Для этого урока я буду использовать крупные значки нашего материала, чтобы вам было проще видеть. Замечательно. Чтобы получить доступ к редактированию материала, необходимо сделать двойной клик уже непосредственно по иконке материала, после чего открывается окно «Правки материала». Тут нам доступны параметры, которые называются «Каналами». Вот весь этот список – это каналы. Каждый канал необходимо включить, чтобы он заработал, после чего идет настройка этого самого канала, просто-напросто выделив его, и в правой части отобразятся его атрибуты. К примеру, кликаем левую кнопку мыши по каналу «Цвет». Далее, что мы можем здесь выбрать, это выбрать сам непосредственно цвет нашего материала, просто-напросто поигравшись с настройками. Далее, к каждому каналу мы имеем возможность подгружать текстуру. Здесь имеется отдельное поле, кликнув по которому, мы можем выбрать путь к папке с той или иной картинкой. Также, к примеру, мы имеем возможность включить отражения. Для того, чтобы их включить, мы их выделяем. Далее, к этому каналу мы подгружаем этот самый отражение. К нашему материалу мы подгружаем отражение, кликнув по иконке, символизирующей галочку. Мы видим, как наш материал тут же изменил свой внешний вид, он стал полностью хромированным. Что касается каждого канала, то у него также присущи специфические настройки. К примеру, к каналу отражения мы можем контролировать параметры интенсивность. Допустим, если сейчас мы сбросим интенсивность до 40, к примеру, до 50%, то наш материал будет отражать поверхность наполовину. Великолепно! В каждом канале мы можем подгружать текстуры, картинки, из которых будет извлечена цветовая информация для корректного наложения того или иного канала на общий вид материала. К примеру, если мы зайдем в канал рельеф, включим его, и тут в качестве текстуры подгрузим шум. Для этого мы напротив текстура кликаем по маленькому треугольничку и выбираем шейдер под названием шум. О том, что такое шейдеры, какого типа они бывают, как их правильно применять, мы поговорим в суперкурсе по Cinema 4D. Итак, после того, как мы выбрали шум, мы сразу видим, как внешний вид нашего материала тут же изменился. Давайте сделаем вот что. Сделаем правый клик по предпросмотру нашего материала, и после чего выберем изображение большое. Далее делаем опять же правый клик и выбираем открыть окно. Теперь мы можем увеличить это окно предпросмотра материала, тем самым просто-напросто контролировать мельчайшие детали создания нашего материала. Далее, чтобы отредактировать текстуру шума, необходимо сделать просто-напросто клик по ее внешнему виду. Далее открываются доступные настройки, которые мы можем регулировать, тем самым меняя внешний вид материала. К примеру, увеличив контрастность, мы явно увеличим внешний вид нашего шума. Также мы можем выбрать тип нашего шума, просто кликнув по нужной иконке и выбрав нужное название. К примеру, FBM. Мы сразу видим, как наш материал изменил свой внешний вид. Супер! Давайте закроем нашу правку материала. Это делается сразу после того, как мы заканчиваем создание материала. И попробуем разобраться, как применять материал на нужный нам объект. Давайте перейдем в верхнюю панель инструментов и в окне примитива зажимаем левую кнопку мыши, выберем объект сфера. С помощью инструментов приближения масштабирования окна вьюпорта мы зазуммируем нашу камеру. Чтобы применить материал к объекту, мы просто-напросто зажимаем левую кнопку мыши по иконке с материалом и перетаскиваем ее непосредственно на имя нашего объекта, а в нашем случае объект сфера. Имя объекта, конечно же, находится в менеджере списка объектов. Отпускаем левую кнопку мыши и материал применяется. И символизирует нам это иконка тега. О том, что такое теги, мы полностью разберем в суперкурсе по Cinema 4D. Вот и все, дорогие друзья. Мы видим, как материал корректно применился к нашему с вами объекту. Мы видим, что это не просто теперь примитив сфера, а сфера, у которой есть прикольный материал. Вот и все, дорогие друзья. Теперь мы знаем, как создавать материал и как правильно его применять. В следующем уроке мы поговорим об анимации объектов. Давайте начинать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!